ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ Но в этой ситуации, конечно же, и реконструкция занимает очень большое место. Я думаю, что вот это умелое сочетание реконструкции и массового строительства, нового строительства, это и есть такой путь современного города, современного поселения. Валерий Иванович, правильно ли я понимаю, что под новым строительством Вы понимаете не просто возведение домов отдельных или микрорайонов, а именно сбалансированное создание современной благоприятной среды проживания для человека? Совершенно верно. Именно так. И это и есть миссия строительства. Строительство очень благородное дело. И иногда получается, что очень люди часто видят, что строительство несет в себе какое-то неудобство, какое-то разрушение привычной среды, структуры. Ну, например, уплотнительная застройка, очень много москвичей жалуются как раз на нее. Да, уплотнительная или еще точечная застройка называют, которая разрушает среду. Я думаю, что специалисты, проектировщики, строители, те, кто принимает решения, должны очень чутко прислушиваться к этому. Потому что город должен быть для людей. Город должен быть настроен на людей. И люди должны в нем быть такими, знаете, отзывчивыми. Органичными существами. Да, существами, которые откликаются на это. В конце концов, для человека приоритет всегда – это его жилье, это его дом, это его квартира, это вот та, может быть, даже небольшая среда, в которой живет человек. Это его волнует каждый день, каждый час, каждую минуту. И вот именно наша деятельность, строительная деятельность, деятельность по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, мне кажется, должна быть настроена, направлена вот на это. Конечно, за этим стоят уже специальные вопросы, системы управления, системы контроля и так далее, и так далее. Но идеология как бы этого, мне кажется, должна быть такая. Новый город – это перспектива, а настоящие – это огромное количество домов аварийных. И их расселение – это одна из острейших проблем сегодняшнего дня в любом регионе. Давайте посмотрим сюжет из Ярославля. После переезда пенсионерка Любовь Сомова возится с домашними растениями. В аварийном деревянном доме, где с потолка капель, а в стенах дыры, было не до цветов. Тяжелые будни прервал телефонный звонок. Я не ожидала, я даже не могла понять, мне говорят, вам дали новое жилье. Для меня это был шок. И я даже переспросила, что вы говорите, я говорю, я не верю. Новоселам осталось только застеклить балкон. В просторной квартире разместились и дети, и внучка пенсионерки. У девочки появилась собственная комната, и теперь она спешит пригласить в гости своих подруг. Раньше школьница ютилась в одной комнате с родителями. Любовь Александровна, как и внучка, со старыми знакомыми связь не теряет. Ветеран труда Анастасия Полицмейстерова до сих пор не переехала из злополучного дома. Она пережила Великую Отечественную войну, а теперь борется за жизнь с холодом в своей комнате. Тут, ну, мороз был. У водоря и снег. Да. Я, вот у меня подоконник весь худой. Я туда все, и тряпки пихала, и все это, чтобы, ну, теплее было. Аварийных домов в Ярославской области 140 тысяч квадратных метров, что составляет 0,6% от общего числа. В Ярославле 80 тысяч метров аварийного жилья. Ну, по заявке 2013 года мы планировали расстелить 12 тысяч метров квадратных аварийного жилья. Это 298 жилых помещений. То есть это и квартир, и комнат в коммунальных квартирах. Многие жители недовольны, что переезжают на другой конец города. Пенсионерка Елена Александрова не хочет расставаться со своим кварталом и опасается, что из новой квартиры ее дочери-учительницы будет неудобно ездить на работу. Однако решить эту проблему сложно. Строитель, который выиграл тендер, вправе предложить мэрии дома из любого района. Не всегда удается купить квартиры метр в метр. Например, бывает, что жители занимают однокомнатную квартиру площадью, например, 20 квадратных метров. Минимально строящаяся квартира площадью 28 квадратных метров. Это у нас требуют строительные нормы и правила. То есть мы не предоставляем меньше-меньшего. Переселенцам хочется получить как можно больше метров, а чиновники ищут меньшее из возможного. Ведь чем меньше метров, тем дешевле квартира, а значит, тем большему числу семей удастся помочь. Однако, по данным мэрии, при переселении жителям удается увеличить свою жилплощадь примерно на 20%. Валерий Иванович, ну вы видите, что действительно проблемы бараков, проблемы плохого жилого фонда, они существуют. И, наверное, это первоочередная наша задача – расселить людей из аварийного жилья. Конечно, граждане ожидают улучшения жилищных условий не только по качеству, но многим хочется дополнительные квадратные метры. Мы знаем, что по законодательству предоставляется метр в метр. Вот как обеспечить при переселении граждан соблюдение их прав и сохранение благоприятной среды обитания? Ну, вы задаете вопрос мне очень непростой. Вот то, что мы видели, конечно же, это, мне кажется, такие сюжеты, которые говорят, что нужно двигаться как можно быстрее. Нужно вот нам всем и власти, и специалистам, и строителям вот нужно эти вопросы решать. Я думаю, что если есть возможность людям давать большую площадь, лучше ее давать. Как решать? Это только за счет того, что нужно больше строить, больше развивать инфраструктуру городскую. Основная проблема, которая сейчас возникает при переселении, новые дома возводятся на окраинах. И вот мы с вами говорили про умный город, а вот, допустим, в таких городах, как Ярославль, в других небольших городах России, пока про умные города и про глобальное расширение даже мечтать не приходится. И новые квартиры предоставляются чаще всего на окраинах. Действительно, это соответствует законодательству, но жители вполне, естественно, привыкли уже к своему микрорайону, к соседям, к друзьям. Как вы считаете, можно ли каким-то образом строить дома на тех же участках, где расселяется аварийный жилой фонд? Или это невозможная перспектива? Мы должны больше думать о развитии, о улучшении среды. И если вот эти бараки или аварийные дома, они существуют на больших участках, на месте которых можно возвести современный дом, многоэтажный дом, расселить людей, это да. Но если нужно так, чтобы на существующей территории разместить какой-то большой объект, который уничтожит ту среду, ухудшит, чем существовало, то всё-таки, мне кажется, нужно развивать и окраинные территории, и новые микрорайоны. И если говорить о умном городе, то в конце концов, это город, который развивается. Он обязательно должен развиваться. Он должен развиваться и свою инфраструктуру. И возможно не расширяться в большом объёме, но он должен всё время улучшаться, самоулучшаться. У него должны быть эти возможности, чтобы самоорганизоваться, самоулучшаться, и это будет основа. Вот, конечно, вот эти сюжеты говорят о том, что когда человек проживает в таких условиях, понятно, что ему порой недотворчество. Он замыкается вот в этой проблеме, он замыкается, он ограничен этими возможностями. И мне кажется, что вот чем больше у человека пространства в городе, в посёлке, чем больше он видит перед собой пространство, он более творческий человек, он более активный, он общественно более активный. И в этом плане, я думаю, что не надо бояться идти на окраины. Москва же пошла на освоение новых территорий. Я помню, когда Москва развивалась, многие говорили, что в новые микрорайоны ехать не хочется, это выселки. А теперь эти микрорайоны являются одними из самых престижных в городе Москве. А если ещё направить некоторую, так сказать, такую работу, знаете, можно сказать, пропагандистскую, на то, что новая Москва – это новая Москва, так можно вообще, мне кажется, прекратить массовое строительство, большое строительство в Москве в старой, а всё перенести в новую. А старая Москва – это будет вот та самая наша родная, дорогая Москва наших родителей. Со своим обликом историческим. Да, со своим обликом. И вот выводя какие-то аварийные объекты, выводя производственные объекты, мы должны создавать, улучшать эту среду за счёт этого. И строить новый город, в конце концов, умный город, умный, так сказать, в полном смысле этого слова. Вместе некоторых старых построек, я знаю, в Москве, например, больше предпочитают строить парковые зоны, досуговые зоны, различные спортивные сооружения, для того, чтобы в городе появилась иная инфраструктура, которая также нам жизненно необходима. Вот мне кажется, это тоже очень правильный путь. Это абсолютно правильный путь. Это абсолютно. Это вот там, где это делается, в тех районах, где это делается, это совершенно правильная политика. Хочется верить, что эпоха жилых бараков в нашей стране медленно, но верно уходит в небытие. Об этом наш следующий сюжет из Екатеринбурга. Избушка на курьих ножках, называет свой барак Вадим Бочкарёв. Он живёт в нём несколько лет, но стесняется водить друзей в гости. Пол прогнил, угол дома вообще накренился. Кажется, дунь посильнее ветер, и постройка сложится, как карточный домик. Полы все практически уже сгнившие, уже перекошенные. То есть, на самом деле, если даже просто что-то поставить или положить, оно, если круглое, то оно укатится по этим полам. Воды, горячей воды в этих домах не предусмотрено. Вадим хотел брать ипотеку, чтобы улучшить жилищные условия, но узнал, что несколько лет назад в Берёзовском начала действовать федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья. Ну, жильё очень хорошее. Квартира прекрасно у меня всё устраивала. В этом доме Лидию Бороздину можно назвать старожилом, хотя новостройки нет ещё и года. После сдачи объекта пенсионерка одна из первых въехала в свою квартиру. Больше ждать не было сил. Пять лет назад пожар почти полностью уничтожил её жильё. Сгорел весь дом. Крыша сгорела, всё упало. У меня только шкаф остался в квартире, потому что, когда заливали всё водой, он только раздулся. Дом, где жила Лидия Бороздина, и ещё шесть старых деревянных бараков пошли под снос. В ближайшее время подобная участь ждёт ещё 14 аварийных домов. Почти 600 человек переедет в эти новостройки. В том числе и Вадим Вачкарёв. К концу месяца строители закончат облагораживать придомовую территорию, и можно будет заезжать. Комната шикарная. Я вот просто... У меня даже в голове не укладывается, что такие комнаты могут быть. Потому что она... Ну вот, в каких квартирах я жил, у меня на самом деле никогда не было такой огромной комнаты. Строительство последних трёх домов обошлось в 212 миллионов рублей. Почти по 40 миллионов выделили из городской и областной казны. Остальные деньги пришли в рамках федеральной программы. По закону пока расселяют из аварийного фонда только тех, кто заявил о себе до января 2012 года. Чтобы закрыть эту очередь, в Берёзовском нужно построить ещё 15 тысяч квадратных метров жилья. Это планируют сделать уже через 3 года. Чиновники надеются, что федеральная программа будет работать и дальше. После 2012 года, когда люди увидели, что активно эта программа у нас реализуется на территории городского округа, граждане гораздо активнее стали заявлять свои требования в межведомственную комиссию по признанию жилого фонда аварийными метками. Как правило, новая жилоплощадь на несколько метров больше, чем аварийное жильё. Ведь построить дом точь-в-точь, как старый, невозможно. Причём за дополнительные метры деньги собственника, как правило, не берут. Валерий Иванович, ну вот через 3 года, если верить обещаниям чиновников, там будет практически новый город. И вот насколько новые принципы организации этого городского хозяйства и планирования этой территории используются при создании нового жилья сейчас? Насколько это обязательно или рекомендательный характер носит для наших строителей? Ну, здесь, конечно, вопрос очень сильно связан с проблемами технического регулирования, с проблемами нормативного обеспечения строительства. И надо сказать, что вот те, когда мы говорим о таких современных подходах, то, конечно же, требуется совершенствование законодательной структуры, нормативной структуры. И это одна из основных задач законодателей, всех уровней и исполнительной власти. Ну, например, вот сейчас создано Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое активно берёт на себя решение этих задач. И, насколько я знаю, одно из направлений деятельности, серьёзное, это модернизация, это совершенствование технического регулирования всей нормативной базы. Потому что нельзя сказать, что сегодня вот те новые дома, которые строятся, они уже основаны на современных подходах. Вы же знаете, Елена Леонидовна, вот ту проблему зелёных стандартов, зелёного строительства, энергоэффективных домов, которые сегодня, вот это сегодня, как бы, современная основа строительства. И вот при новом строительстве, конечно, это должно быть учитываться. Тогда явно, что это здание, это дом, жилой ли дом, он будет рассчитан вот на века. Вы сейчас затронули очень важную, на мой взгляд, тему. Новое строительство, это ведь не только сам объект, но и его дальнейшие эксплуатационные характеристики. Это значит, насколько меньше он будет использовать тепла для того, чтобы создавать комфортную температуру внутри. Насколько современные экологически чистые технологии будут использоваться. Каким образом они будут утилизироваться, когда этот дом когда-то уже надо будет так же расселять или сносить. Вот скажите, пожалуйста, если бы, давайте пофантазируем, вот если бы вы сегодня проектировали новый микрорайон или город, вот с чего бы вы начали, что бы вы планировали в первую очередь? Я бы в первую очередь планировал бы то пространство, в котором будет жить человек. Это зоны, где человек может отдыхать, где человек может заниматься воспитанием детей, удовлетворять свои потребности спортивные и так далее. Мне кажется, что вот в новом строительстве нужно начинать с этого. И под уже эти возможности, которые появятся, уже осуществлять проектирование самих объектов, площадей, машиномест и так далее, и так далее. С тем, чтобы обеспечить вот ту самую среду, о которой мы говорим. Вы знаете, что очень активно стало развиваться малоэтажное жилье. Вот насколько развитие малоэтажного жилья и вот новая среда обитания более комфортно в этой части, ну особенно в пригородах, в территориях, прилегающих к крупным городам или в отдельных небольших малых поселениях? Ну это, конечно же, самое лучшее направление, которое было бы, можно избрать для любого города. Это строительство малоэтажного жилья и уже как бы поселение человека ближе к земле, ближе к участку, ближе к территории. И его привязка как бы такая. Но не всегда такие возможности есть. И вот то, что мы видим, вот эти сюжеты, они говорят о том, что вот желательно, конечно, сначала расселить вот это аварийное жилье. Для этого нужны, наверное, все-таки многоэтажные дома. А развитие малоэтажного строительства, программы малоэтажного строительства, это уже для того, чтобы человека, следующий уровень его комфортности, улучшение жилищных условий. В принципе, вот эта схема, да, стремление к улучшению, она должна лежать в основе человеческой деятельности, его карьеры, его движения на работе, его образ жизни и так далее, должен вести к этому. Не обязательно человек сразу должен получить вот этот максимум, который не всегда можно обеспечить, да, далеко не всегда. То есть жилье должно развиваться вместе с семьей, грубо говоря. Вместе с семьей, да. То есть сначала, когда у тебя небольшая маленькая семья, вот мы недавно выручали сертификаты молодым семьям, ипотечные сертификаты, они получают небольшие возможности, небольшие квартирки, но как только у них рождаются больше детей, они начинают развиваться, может быть, жить вместе с родителями, то и требуются уже не маленькие квартирки, а целые дома. Вот тогда малоэтажное жилье может стать хорошим подспорьем. Малоэтажное, тем более, что если включить сюда современные экономические механизмы, да, инвестиционные, экономические, кредитование, страхование, ипотека и так далее, которые, в общем-то, развиваются сейчас. Это вполне реальная такая вот задача, решение этой задачи. Вполне реальное. Я благодарю нашего гостя, президента Московского государственного строительного университета Валерия Теличенко. Спасибо большое, Валерий Иванович, за очень интересную беседу. Спасибо, с удовольствием. Сейчас время нашей постоянной рубрики «Капитальный ремонт», а я прощаюсь с вами. Казань в последние годы изменилась в лучшую сторону. Так, за 6 лет капитальный ремонт охватил практически треть всего жилого фонда столицы Татарстана. А в конце прошлого года была утверждена региональная программа капитального ремонта до 2043 года на 30 лет. Да и год нынешний, 2014, тоже полон планов по проведению капремонта. Также утвержден краткосрочный план или программа 2014 года, куда вошли 793 дома на сегодняшний день. На сегодняшний день почти во всех домах, за исключением пяти домов начатой работы. В Казани всего 178 домов в программе, из них на 175 идут работы. Вот пять домов уже завершены. Этому дому полвека. О том, что сейчас на капитальный ремонт собственники жилья должны копить самостоятельно, местные жители ничего не знали. В собрании не проводили и говорят, что и письма в управляющую компанию никаких результатов тоже не имели. Они рады тому, что про них просто не забыли. И теперь их дом получат вторую жизнь. Родатайство никакого значения не имело. Срок пришел, и, видимо, они просто-напросто решили, что этот дом пора и наш дом пора. Сейчас все полностью поменяли, абсолютно сверху донизу. Вот ждем еще последние, в смысле, аккорды. Вот они должны быть. Внутренняя отделка очень хорошая, достаточно прилично все. Ну, а то, что вот внешняя картинка, ну, частично нормальная, частично желает быть лучшим. Чтобы заменить инженерные сети, обновить кровлю и уменьшить теплопотери дома, требуются деньги. И деньги немалые. И если жильцы этого дома просто рады тому, что про них вспомнили, то прораб, который контролирует работы, хорошо знает, в какую сумму обходится здесь ремонт. 12 миллионов. Из них 6 миллионов населенческих денег и чуть больше 6 федеральных. Работы были проведены по ремонту фасада, кровли, утепление чердачного помещения, ГВС, замена ГВС, ХВС, ВК, ремонт подъездов, ремонт подвала, плавые узлы были заменены. Людей много, мне немного. Бывает, как бы, по-разному, но компромисс находим, и каждому пытаемся найти общий язык. Да, многим людям еще не раз придется объяснить, что после приватизации своих квартир они являются собственниками жилья. А значит, и решение всех возникающих проблем, связанных с его состоянием, обслуживанием и эксплуатацией, в первую очередь лежит на них. Среди жильцов не все могут быть специалистами в этой сфере. Нужно оценить состояние дома, состояние его инженерных конструкций, состояние кровли, состояние фундамента, и принять решение, какие виды работы, значит, мы должны быть включены в программу капитального ремонта. Кроме этого, есть определенные, значит, критерии. То есть, если лифт, то он должен служить 25 лет, если кровля, то 15 лет, если инженерная система от 8 до 12 лет. И, исходя из этого, значит, принимается решение о включении дома, внутри дома тех или иных видов работ, в программу капитального ремонта. Это специалисты управляющие компании, обязательно участвуют старшие по дому, составляется дефектная ведомость, заказывается проектно-смертная документация, и потом в дальнейшем дом претендует на то, чтобы попасть в программу. А вот каким образом копить деньги на капитальный ремонт через региональный фонд или на отдельном специальном номинальном счете своего дома, надежность которого будет гарантировать государство, собственники должны решить на общем собрании. Счет регионального оператора подразумевает, прежде всего, гарантии государства, так как учредителем фонда является кабинет министров, министерство финансов, и, значит, тем собственникам, которые приняли решение о накоплении взноса за капитальный ремонт на фонде регионального оператора, государство гарантирует софинансирование. То есть в этом году на каждый рубль, вложенный собственниками фонд капитального ремонта, бюджеты республики, бюджеты муниципальных образований вкладывают рубль 80. Поэтому мы планируем, что наша 30-летняя программа, которую мы утвердили 31 декабря и опубликовали в средствах массовой информации, будет выполнена не за 30 лет, то есть не надо бояться того, что дом попал в 40-й год, 41-й, 43-й, потому что программа составлялась, исходя из того, что каждый год мы можем планировать только те средства, которые планируем собрать у населения. Это порядка 2 миллиардов рублей, то есть программа составлялась таким образом, что каждый год количество домов на 2 миллиарда рублей. А в реальности, значит, в этом году мы делаем на 4 миллиарда 700 миллионов, то есть почти в два с лишним раза больше, и те дома, которые включены в капитальный ремонт после 40-х годов, это лет на 10-12, они точно уже сдвинутся в сторону приближения, до сроков капитального ремонта. Теперь жители будут копить на капитальный ремонт своего дома самостоятельно, но государство, регион и муниципалитет тоже будут оказывать посильную помощь, причем независимо от выбранного способа накопления. Холодное сырое утро в собственной ванной, дырявые трубы, текущий кран и ужасное настроение из-за нехватки денег. Надо экономить. Это понятно даже коту. Приведи в порядок сантехнику. Почини кран и трубы. Поставь приборы учета на холодную и горячую воду. Плати только за то, что потребляешь, а не выливаешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова